Позади день приезда, взвешивания и жеребьевка. Сегодня с самого утра в культурном центре Бочацкий идут соревнования. Основной возраст участников 15-16 лет, но есть и совсем юные и взрослые ребята. Открытое первенство области за 8 лет проведения стало уже традиционным для поселка Бочацкий, так же как и торжественная церемония открытия этого турнира с песнями, танцами и напутственными словами со сцены. Наш президент, правительство, губернатор очень многое делают для спорта, но никто не сможет в вас вложить желание заниматься спортом, трудолюбие, кроме вас самих и ваших тренеров. Поэтому, ребята, верьте тренерам, верьте в самих себя, занимайтесь любимым видом спорта. Веры в себя у этих ребят хоть отбавляю, ведь они живут под девизом «Вся жизнь борьба». Этот вид спорта считается самым мужским. Кроме того, вольная борьба воспитывает и силу тела, и силу ума. Все, вверх, вверх. Вверх поднимай, плечи подними. На него, давай, давай, давай. Все хорошо, хорошо. Кроме наград за призовые места в каждой весовой категории, на соревнованиях будут определены победители в номинациях. Самая быстрая схватка, наибольшее количество чистых побед и самый красивый бросок. Независимо от уровня мастерства всех этих ребят, объединяет азарт и любовь к выбранному виду спорта. Борьба – призвание. Борьба – это жизнь. Борьба – не просто спорт. Сегодня прошли уже немало боев. Естественно, ребятишки все, так скажем, знают свое дело, уже научены, борются очень хорошо. Самое главное – интересно, захватывающее. Поэтому я думаю, что всегда приятно смотреть вот именно детей, которые занимаются спортом, а тем более соревнуются. С каждым годом количество участников турнира увеличивается. Здесь уже представлены почти все города Кузбасса, а также Новосибирск, Бердск и Красноярск. Соревнуются заслуженные мастера спорта, призеры области Сибири и первенства России. Для бочатцев этот турнир – еще и часть истории поселка. Бочатцы очень бережно относятся к памяти тех людей, которые своим трудом, своими действиями прославляли и прославляют поселок. Вот сегодня как раз то, что турнир памяти Ивана Федоровича Летина – подтверждение этому. Турнир считается одним из самых престижных в Кузбассе. Участники получат ценные призы, медали и грамоты. А победители отправятся в Пермь для участия в первенстве России. Продолжение следует...